Жители поселка Дубенки тестируют новые дороги. Привыкшие к отсутствию асфальта еще с осторожностью приезжают на машинах и не убирают далеко резиновые сапоги. В летний период, в весенний, особенно осенний период, просто невозможно было пройти. Нужно было одеваться болотные сапоги. Новое асфальтовое покрытие по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» появилось здесь на 14 улицах. Вот только жители забеспокоились насчет долговечности. Какое-то покрытие неровное. Оказалось, дело в том, что дорогу сделали из гранулята. Это старый, снятый с других дорог асфальт. Так называемый лом, а точнее отходы. По технологии гранулят можно использовать повторно. Вот только будет ли такое покрытие надежным? Данное покрытие прослужит от 3 до 5 лет. Потому что частный сектор здесь нагрузка на покрытие, вообще движение небольшое. В основном используют частники свой легковой транспорт. Поэтому я считаю, что осенью дорогу не смоют. Конечно, это не идеал. Хотелось бы заасфальтировать. Но живем по средствам. И я считаю, что сегодняшняя работа очень сильно улучшит комфортность проживания и передвижения в частном секторе. Зато это совершенно бесплатно для жителей, добавляет глава администрации города Сергей Белов. Годами здесь и такого не делали. С 2012 года ни копейки не вкладывалось в дороги частного сектора во всем городе. И эта проблема уже годами накопилась. Ситуация непростая везде. У нас большой частный сектор в Автозаводском районе, большой частный сектор в Сорумовском районе, в Приокском районе, в Нижегородском районе. Понятно, что все проблемные дороги частного сектора в этом году не отремонтируют. Всего на грунтовые дороги Нижнего Новгорода планируют высыпать 112 тысяч тонн гранулята. Сколько это в результате даст метров нового покрытия, пока неизвестно.